Становление человека сравнимо с прорастанием семени, в которое Всевышний Аллах заложил множество потенциальных возможностей. Например, если семя не попадет в должное место произрастания, или окажется под воздействием различных негативных факторов, то оно сгниет или бесследно исчезнет. Если же оно найдет благоприятную среду, то, пройдя определенные стадии, превратится в прекрасное растение, а иногда и в плодоносящее дерево. Аналогично Всевышний Творец заложил в каждом человеке неописуемое множество способностей и возможностей. И если семена этих возможностей посеять на почву морали и духовных ценностей, орошать верой и поклонением, то произрастет прекрасное дерево, ветви которого устремятся в вечность. В этой жизни его плодами будут добродетель и высокие нравы, а в будущем – нескончаемое наслаждение и счастье. Среда, окружение, атмосфера оставляют неизгладимый след в мировоззрении каждого человека. Не зря в одном из хадисов подчеркивается важность правильного выбора круга общения. Пророк сказал, любой человек на вере близкого друга своего. То есть следует той же вере, тем же принципам и постулатам, что и его близкий друг. Пусть же каждый смотрит, с кем он поддерживает близкие отношения. Жизнь. Досадно, что некоторые не имеют понятия о значении, предаваемым Кораном ценности человеческой жизни. Всевышний Аллах в своем заключительном послании сравнивает лишение одного человека жизни с убийством всего человечества. И наоборот, оживление одного человека с предоставлением жизни всему человечеству. Слово «оживить» можно трактовать как спасение жизни, например, врачами и левственными службами, духовное оживление или морально-нравственное возрождение человека, а также материальная поддержка и тому подобное. Никто не имеет права подвергнуть опасности жизнь какого-либо человека, тем более того, в сердце которого вера во Всевидящего и Всезнающего. Закон Всевышнего гласит, «Ни одна душа не понесет греховное бремя другой души». Переломляя короническое на события последних лет, зададимся вопросом, «Почему же отдельные личности ставят себя выше Всевышнего и его законов, вынося и утверждая собственные правила? Опираясь на какие постулаты и каноны они чинят суд над безвинными людьми?» Нужно четко осознавать, что каждый, абсолютно каждый понесет ответ за содеянное. Зло порождает только зло. Нашим примером для подражания является пророк Мухаммад. В жизни посланника Божьего мы не увидим ничего, что могло оправдать поступки тех, кто причиняет боль и скорбь другим людям. Мировое сообщество устало от войн, вражды и неурядиц, тердия и спокойствия, как никогда. Между людьми столько общего. Почему же мы не находим и не стараемся найти пути единения? Ведь каждый несет в себе что-то благое, чего нет в других. Почему не предпринять попытки извлечения благого из межличностного общения? Трудностей, проблем на нашем пути множество. Если постоянно акцентировать на этих проблемах внимание, то мы не сделаем ни шагу вперед. Мы потонем в пучи неподавленности и безысходности. Потеряем ориентир в лабиринте душевных беспокойств и тревог. Необходимо ставить перед собой высокие цели и стремиться к ним. Не забывая, что наивысшей из них является достижение довольства нашего Создателя. Продолжение следует...